Новая зима, новые идеи. Возведение снежного городка на площади Ленина идет полным ходом, несмотря на недавний циклон, который внес свои коррективы. Новацией в этом году стали антивандальные шары, рассказывает Катерина Васильева. Три фигуры в виде елочных игрушек посвящены разным темам. За счет их формы и особенного основания на них невозможно забраться и сломать. Необходимость в создании нерушимых шедевров возникла давно. Каждую зиму снежный городок подвергается вандализму, а этим летом пострадало несколько работ на фестивале песчаных скульптур. Впрочем, Сергей Логинов, президент Дальневосточной ледовой корпорации, на разрушителей зла не держит. Слово не подходит вандализм. Вот это вот какое-то бесшабашное любопытство. Вот это вот желание сфотографироваться как-то вот поближе к скульптуре, залезть на нее, засунуть голову куда-то. В этот раз на пути к ледовой сказке встал еще один фактор, уже природный. Во время недавнего циклона озерный лед, из которого планировалось возвести новогодние фигуры, ушел под толщу снега. Альтернативного же материала просто нет. В районе Затона подходящий лед нашли, но его качество и количество оставляют желать лучшего. Льда мало, ночью возят, чтобы пробок не было. Вот одну выделили, один кран. Сейчас поставим, опять льда нет. И лед очень плохой. Несмотря на помехи со стороны природы и людей, скульпторы полны идей и энтузиазма. Они говорят, что холод им не страшен, достаточно взять лопату в руки. Работа продвигается быстро. Уже оголили клыки динозавры в парке юрского периода. Все фигуры оригинальны. Идеи по возведению снежного городка никогда не повторяются. Я сейчас уже думаю на следующем Новом Годе, что надо будет делать. И что бы хотелось сделать. Приходят идеи сделать какие-то, может быть, арки, какой-то нескучный сад, какую-то аллею интересную из льда и снега. Скульпторы уверены, что невзирая на помехи, успеют превратить главную площадь города в сказку к Новому Году. Катерина Васильева, Евгений Корякин, Вести Хабаровск.